Забота о здоровье должна быть постоянной. Помочь человеку выявить заболевание, помогая диспансеризация. В седьмую городскую больницу эту процедуру решили сделать максимально удобной. Пройти всех врачей и сдать необходимые анализы можно по предварительной записи в выходной. В субботу, чем удобно, нет совершенно чередей. Пациент за один день, буквально в течение 20 минут, может пройти все объемы первого этапа диспансеризации. То есть он будет осмотрен врачом-терапевтом по медицинской профилактике, пройдет анкетирование, ему будет выполнено ЭКГ-исследование. Пациент, если записывается, то его заранее предупреждает, что он должен прийти натощак, для того, чтобы ему в этот же день взяли лабораторные исследования. Все исследования в полном объеме. Это сахар, холестерин, общая кровь, кровь из вены по показаниям по возрастной категории, кому положено. Также будет выполнена флюорография, маммографическое исследование, осмотр акушерки. Пройти диспансеризацию можно в первую-третью субботу месяцев. Время приема с 8 утра до часа дня. Я прохожу по своему возрасту, когда это требуется. И к своему здоровью я отношусь достаточно внимательно. И другим советую, потому что это несложно. Все проходит быстро, врачи внимательные, и все без очередей здесь, без лишних заморочек. Не все пациенты из работы могут найти время на неделе. И не всегда работодатели дают положенный законным выходной на прохождение диспансеризации. А вместе с тем она направлена на ранние выявления патологий, в том числе онкологических. Именно диспансеризация помогает увидеть, есть ли у пациента уже предрасположенность, какие-то, может быть, первые признаки онкозаболевания, либо их нет у пациента, то есть пациента успокоить. Также диспансеризация направлена для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и смертности. То есть мы определяем, для чего определяется холестерин, для того, чтобы рассчитать уровень риск смертности в течение 10 лет. То есть пациенту также показываем на таблице, то есть если, допустим, у него высокий риск, он снизит свой холестерин, он уйдет в низкий риск. Соответственно, риск смерти у него в ближайшие 10 лет уменьшится. В день прохождения диспансеризации пациента запишут на удобное время для повторного визита к участковому терапевту, который даст рекомендации по итогам обследований.